Жители Наринмара подверглись очередной атаке телефонных мошенников. Только за прошедшие две недели в руки аферистов доверчивые граждане отдали более 200 тысяч рублей. Преступники и в этот раз действовали по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Почему на старую схему попадаются новые жертвы и на ком зарабатывают аферисты, узнала Любовь Пермякова. 15 декабря в дежурную часть полиции поступило сразу три обращения от граждан по фактам телефонного мошенничества. И опять преступники действовали по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Осуществляя звонки на стационарные телефоны жителей пенсионного возраста, представлялись родственниками, знакомыми, потерпевших, сообщая информацию о совершенных ими дорожно-транспортных происшествиях с участием пострадавших, требовали сотрудники правоохранительных органов в лице злоумышленников передачу денежных средств. В двух случаях граждане проявили бдительность и внимательность, немедленно прекратили разговор с неизвестными лицами и позвонили родственникам по телефону. Но в одном случае мошенники все-таки сумели обмануть пожилую жительницу Наринмара. Со слов женщины, 15 декабря ей на стационарный телефон позвонил якобы ее сын и сказал, что в результате ДТП он сбил женщину, которая в настоящее время находится в больнице и у нее сломаны ребра. Я передам говорить себя следователю, этот телефон, он передал следователю. И что следователь вам сказал? Ну якобы следователь. Следователь. Вы говорите, говорите? Это что, что? Говорит. Он сейчас пошел в больницу, его тоже в барах, ну зато он может быть все такое, как, это несчастный случай. ДТП? Да, да. Так вот, он говорит, его в барах, он тоже в больнице. Если, говорит, вы дадите мне 50 тысяч, то, говорит, это, ну, говорит, его отпустим, женщина, говорит, вам пустит. Растерявшаяся пожилая женщина ответила, что у нее есть только 15 тысяч рублей. Мошенника устроила эта сумма, и он сказал, что через некоторое время к ней домой придет человек, и ему необходимо передать деньги. Не прошло и часа, как в дверь позвонили, и на пороге стоял подросток, который сказал, что пришел за деньгами. Женщина, не задумываясь, передала ему денежные средства. Сейчас по этому случаю сотрудники полиции проводят проверку. Спустя три дня новой жертвой телефонных аферистов стал житель Наринмара 65-го года рождения. Со слов потерпевшего, 18 декабря текущего года ему на стационарный телефон позвонил якобы его сын и сказал, что в результате ДТП он сбил женщину, которая в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Затем трубку взял якобы сотрудник полиции. За освобождение сына он потребовал средства в сумме 200 тысяч рублей. Житель Наринмара ответил, что у него есть только 100 тысяч. Мошенника устроила эта сумма, и он сказал, что через некоторое время к нему домой придет человек, которому мужчина должен передать деньги. Не прошло и 15 минут, как раздался звонок в дверь. 51-летний житель Наринмара увидел молодого человека, которому и передал деньги. Перезвонив своему сыну по телефону, выяснилось, что аварии не было. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Еще один случай мошенничества при помощи телефона произошел на прошлой неделе. На этот раз аферист уже не звонил по телефону, а предлагал их купить. Причем по выгодной цене. На чем и попался. Полицейские задержали мужчину, продающего копии мобильных телефонов известного бренда, выставляя их за оригинал. Выгодную покупку совершил мужчина 82-го года рождения. Со слов потерпевшего нам стало известно, что к заявителю в районе здания администрации города Наринмара подошел неизвестный его мужчина и предложил купить у него мобильный телефон фирмы Apple марки iPhone 6s по меньшей цене его официальной цены. При этом продавец продемонстрировал документы на мобильный телефон и чек с реальной ценой. А когда заявитель поинтересовался у мужчины, почему такая низкая цена, злоумышленник ответил, что ему срочно нужны деньги для покупки авиабилетов. Заявитель заинтересовал выгодное предложение продавца, и он купил у него мобильный телефон за 15 тысяч рублей. Уже дома заявитель включил мобильник и при изучении меню понял, телефон является копией. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции задержали 47-летнего жителя Улан-Удэ. У злоумышленника изъяли три мобильных телефона с признаками контрафактности. Полицейские в очередной раз предупреждают жителей округа быть бдительными и не покупать какие-либо товары у незнакомых людей, даже если их предлагают по очень выгодной цене.